Современное спортивное сумо – это отнюдь не борьба тучных парней из страны восходящего солнца. Сумо популярна не только на Востоке. А всё потому, что в этом единоборстве применяется широкий арсенал приёмов и есть простые условия для победы. Противника нужно заставить телом коснуться земли или же вытолкнуть его из круглой площадки. В Севастополе этим видом единоборств можно начать обучаться с шести лет. Впрочем, опыт в сумо не главное. Техника – это самое главное. Потому что можно позаниматься месяц и выиграть мастера спорта. Это сумо. Интересный факт. На турнирах по сумо зачастую участвуют спортсмены других единоборств. Например, в предновогоднем первенстве Севастополя львиную долю участников составили борцы классического стиля. Эти состязания – отличная практика для начинающих. В первую очередь, это чтобы набрали опыт. Проверили себя в бою, свои заготовки, свои приёмы, где-то узнать свои недочёты. Некоторые спортсмены выходят на Дахё первый раз. Поэтому это важно ещё и в качестве настроя. Правильно настроиться на соревнованиях. Набрать опыт для участия в дальнейших соревнованиях. Схватка двух суматорий начинается с резкого рывка и продолжается зачастую всего несколько секунд. От начального движения зависит многое. Поэтому в первую очередь сумо воспитывает силу духа. В классическом японском сумо нет весовых категорий. Поэтому одним из ключевых факторов победы является масса борца. Однако это далеко не залог её. Спортивным сумом весовая градация обязательно. Очень важен настрой. Потому что схватки скоротечные и ни в коем случае нельзя дать себе слабинку. По итогам севастопольского первенства в возрасте до 14 лет победу одержали Богдан Королёв, Павел Фоменко и Елисей Перфильев. Все они воспитанники тренера по греко-римской борьбе Игоря Малько. Подопечные Ивана Цепина Анастасия Дроздова и Артём Цепин взяли первые места в возрасте до 12 лет. 17-летний Евгений Алымов победил в весовой категории до 100 килограммов. Подготовил к турниру перспективного спортсмена Константин Ермаков. Победителей турнира наградили грамотами и сувенирами. Иван Хлепачёв, Александр Листопад, Севенформбюро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова